Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, теплица социальных технологий и Change.org. Продолжаем рассматривать тактики ведения компании. Мы рассмотрели флешмобы и прямое обращение сообщества к адресатам. Что еще? Что еще может помочь привлечь внимание к PTT? Так это поддержка со стороны известных людей. Мария Кожевникова, Полина Гагарина, Данила Козловский, Сергей Зверев, Оксимирон. Это лишь несколько известных лиц, которые активно поддерживали PTT на нашей платформе. Они делали посты в соцсетях, ставили ссылки на PTT в своих профилях, записывали специальные сторис в инстаграме, иногда даже выходили на пикеты. Часто эти люди поддерживают PTT, потому что они узнали о них из СМИ. Но и вы можете попробовать достучаться до них. Здесь вам снова важно сделать небольшое исследование. Подумайте, кто из знаменитостей интересуется проблемой вашей PTT? Или сталкивался с ней лично? Или вырос в городе, в котором вы хотите решить определенную проблему? И так далее. И вот отличный пример. Анастасия Иванова, автор PTT за освобождение косаток из китовой тюрмы и волонтеры ее компании, обращались к Леонардо Ди Каприо, который известен своей заботой об экологии и мире дикой природы, и получили реакцию. Голливудский актер запостил у себя в соцсетях ссылку на PTT и призвал всех помочь в освобождении животных. За Ди Каприо не слежу, но слышал, что сын Жака и его Кусто прилетал в Россию по этому поводу. Галстук у него очень милый, кстати. Это тоже она Анастасия к нему обращалась? То есть, возможно, даже такие варианты, что какие-то известные люди ради поддержки петиции готовы лететь куда-то в другую страну? Да, Вова, это та же самая автор и подписанты ее петиции писали команде Кусто и получили их поддержку. Он прилетел со всей своей командой в Бухту Среднюю, чтобы изучить ситуацию на месте и лично поблагодарил Анастасию за ее компанию. И главное, Кусто встретился с представителями местных властей и Минприроды и помог выработать план по скорейшему освобождению всех животных. Так что это еще одна тактика – поддержка со стороны экспертов. Вы можете провести небольшое исследование и найти авторитетных специалистов по вашему вопросу. Напишите им и расскажите про вашу петицию. Эксперты могут поддержать вас публично, дать комментарии, которые вы сможете опубликовать в обновлении. Могут также помочь вам советом, куда обращаться, какие шаги предпринимать дальше. Но поддержка со стороны экспертов и знаменитостей далеко не единственные способы привлечь внимание к вашей петиции. Еще один способ – это создание видео. Сегодня благодаря доступности технологий это под силу практически каждому. Да, кстати, давайте я тут как в некотором смысле эксперт по видеопродакшену вставлю короткий комментарий. Да, это действительно очень просто. Не обязательно гнаться за хорошей камерой, достаточно современного телефона. Всегда можно взять у друзей и если у вас нет. Звук очень важен, если это обращение, поэтому пользуйтесь гарнитурой с микрофоном. Или пишите дома, где минимальное количество посторонних шумов. И главное, не бойтесь слова сочетания – монтажная программа. Монтировать видео не так сложно, особенно если там нужно сделать 5-6 склеек. А смонтированный ролик всегда будет лучше, чем один план трясущейся камеры. Кстати, пользуйтесь штативом или каким-то другим образом зафиксируйте телефон. У меня есть серия уроков по DaVinci Resolve – идеальная бесплатная программа для монтажа. Если компьютер не тянет, также есть серия по шоткат. Она гораздо слабее, но не требует крутого железа. Ссылки оставлю в описании. Научиться монтировать проще, чем вам кажется. Так, Аня, продолжай, извини, что перебил. Да, спасибо, Вова, за этот комментарий и подсказки. Я могу добавить еще пару слов. Чтобы сделать ваше видео сильнее, оно должно быть максимально коротким. Ориентируйтесь на одну минуту времени. Говорите своими словами и не спеша. Не бойтесь показать эмоции. Постарайтесь ответить на вопросы. В чем заключается проблема? Кто я и почему это важно для меня? Чего уже удалось достичь и что будет значит победа компании? Вы можете даже вести видеодневник вашей петиции. И на камеру рассказывать о всех подвижках. Уверена, что вашим подписантам намного интереснее будет получать новости в такой форме.